Здравствуйте! В эфире программа «Путь» о православии и о нашей жизни. В студии журналист Белла Засецкая в крещении «Меня зовут Мария». Сегодня мы решили подробнее узнать о жизни несколько загадочной территории, расположенной недалеко от Архангельска. А для этого я пригласила в нашу студию главу Заостровской администрации Михаила Петровича Гордеева и клирика храма «Сретение Господня» священника Дмитрия Костюченко. Здравствуйте! Здравствуйте! Несколько слов о моих гостях. Михаил Петрович Гордеев – коренной заостроец, заметьте, в седьмом поколении. Почти 30 лет своей жизни он отдал себе в маше предприятие, работая в должности инженера, снабженца, был профсоюзным лидером. В 2014 году Михаил Гордеев был избран главой Заостровской администрации. И вот чуть больше года он в своей новой должности налаживает жизнь своей малой родины. Священник Дмитрий Костюченко родом из города Северодвинска. Историк по своему первому светскому образованию. Ныне преподаватель начальных богословских курсов и отец троих детей. Отец Дмитрий с 2013 года является клириком Сретенского Заостровского храма. И самое активное участие принимает в устроении духовной жизни Заостровья. Давно задумывалась у нас эта встреча. Ну и, наконец, поводом для нее послужили последние события интереснейшие, которые произошли в жизни Заостровья. И сегодня мы о них поговорим. Но сначала проясним несколько любопытных вопросов. Вот я сама с этим столкнулась. Долгое время считала, что Заостровье – это такое село на левом берегу Северной Двины, недалеко от Архангельска. И ведь немногие-то, наверное, из нас и знают, что такого населенного пункта под названием Заостровье в памяти нет. Вот. Ну вот, а что есть, у меня вопрос к Михаилу Петровичу Горчеву, чтобы он немножко прояснил эту ситуацию. Ну, Заостровье – это местность, которая называется Заостровье. И когда она получилась в названии из-за того, что там получается остров между Северной Двиной, рекой Заостровкой, рекой Скогоркой. И получилось, что основная масса деревень расположена как раз за первым островом. Поэтому пошло название Заостровье. Хотя такого населенного пункта Заостровье нет. В муниципальном образовании Заостровское 25 населенных пунктов. И каждый имеет свое название, но ни одно из них не носит название Заостровье. Отец Дмитрий, а Срединский храм, насколько я знаю, он находится в деревне Рикосова. Точно, да. Да. И мы зачастую видим его из окна, проезжая по Северодвинской Архангельской трассе. Но если говорить о приходе, то он также объединяет вот эти 25 деревень, о которых Михаил Петрович упомянул. То есть ваши прихожане, по сути, живут и находятся на огромной вот этой территории. Дело в том, что действительно приход, если посмотрим в устав Русской Православной Церкви, объединяет вокруг себя, может объединять не одно поселение, а несколько поселений. Важно, что люди избирают данный храм для посещения богослужений. И это является главным признаком. Поэтому, в общем-то, в приход может входить и большее количество деревень. Но фактически под Заостровским храмом мы понимаем и приходом именно 25 деревень, которые входят в состав муниципального образования Заостровская. Ясно. Ну вот мы продолжим говорить об особенностях Заостровской территории. И вот тоже еще такое небольшое уточнение. Вот само Заостровье находится сравнительно недалеко от Архангельска. И вот, насколько я слышала, Михаил Петрович, раньше заостровцы пешком ходили в Архангельск. Поскольку вот эта близость, да? Да. Раньше заостровцы ходили пешком в Архангельск, когда еще не было моста через Северную Двину. Из Заостровья, вдоль речки Заостровья вела тропинка. И по этой тропинке все шли и выходили к улице Поморской. Вот. Поэтому дорога из Заостровья пролегала через всю Северную Двину. Особенно это в зимний период. В летний период ездили на лодках, на катерах, у кого что было. А в зимний период по льду, как только становится лед на Северной Двине, люди шли. Кто шел на рынок торговать с товаром, кто шел на работу. Потому что основное место работы для заостровцев был город Архангельск и его предприятие. Ну вот это тоже такая особенность, близость к Архангельску. Вот если я не ошибаюсь, то сейчас это 9 километров от центральной усадьбы до центра, до морского речного вокзала Архангельска. Да, от речного морского вокзала до конечной остановки Заостровья автобус идет 17 минут. До Боровина идет 25. Ну вот если говорить о таких связях между Заостровьем и Архангельском, наверное, вспомнить тяжелое время, Великая Отечественная война, и Заостровья являлась по сути житницей, кормилицей архангелогородцев. Вы, Михаил Петрович, не понаслышке знаете об этом, о том, как и в послевоенные годы Заостровья всегда выручало. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Заостровья всегда являлась кормилицей Архангельска, потому что вот бренд «Заостровская картошка», он до сих пор считается как лучшая картошка Архангельской области по вкусовым качествам. И в свое время, когда зарождалось колхозное движение, то на территории Заостровья было 5 колхозов, потому что в каждой деревне, которая побольше объединяла все деревни, поменьше, и был создан свой колхоз. Потом было объединение всех колхозов в 1936 году, и был образован колхоз имени Сталина. Это мощное колхозное объединение, которое потом со временем даже стало колхозом-миллионером. У него были очень большие посевные площади картофеля, капусты, животноводство развивалось. Почти в каждой деревне был свой скотний двор. До 80 голов крупного рогатого скота в деревнях содержалось, и работали жители колхоза, жители тех деревень, в которых находилось это сельхозпредприятие. И в годы войны, и после войны основная масса продукции, которая производилась колхозом, она вся шла в город Архангельск, в город Северодвинск, тогда еще Молотовск. В основном, конечно, с огородов, со своих личных приусадебных участков жители Заостровья через колхозный рынок обеспечивали большую часть горожан Архангельска именно продуктами. Продуктами и морковь, укроп и так далее, и картофель, и капуста, и все. Кроме того, и продуктами животноводческого, как мяса, так и молоко. Тоже все было реализовано через колхозный рынок для жителей Архангельска. Вот если Заостровье в этом качестве, так сказать, питало Архангела Городцев, то в качестве несколько ином, духовном, оно тоже поддерживало. Отец Дмитрий, во время Великой Отечественной войны Сретенский храм тоже не закрывался, и в советское время он не закрывался вообще. Вот расскажите, пожалуйста, как духовно он поддерживал Архангела Городцев тем, что он не закрывался, и туда можно было приехать на службу, покрестить детей. У вас наверняка в приходе сохранились вот сведения об этом. Ну, действительно, годы сложные, годы лихолетия, как мы их еще называем, 20-е годы XX века, ну и далее, да и ранее храм не закрывался ни разу. Это, можно сказать, такой уникальный для нашей территории случай. Можно отметить, что в области не закрывалось только лишь пять или шесть храмов, а раньше их были тысячи, и вот одним из них стал Зоостровский храм. Уже одно это говорит о том, что действительно какую-то помощь, в первую очередь духовную, но не только, он оказывал своим прихожанам. Вот в том числе совсем недавно мной были в архиве подняты документы о вкладе свято-сретенского прихода храма села Зоострове за период 1941-1944 годов. Вклад в фонд обороны, фонд войны с фашистской Германией. Так вот, эта сумма, конечно, за несколько лет это не глобальная сумма, но она составила 41 тысячу рублей. Это в годы сложные, военные годы. Тогда, для сравнения, можно сказать, что зарплата епископа, руководителя всей епархии, составляла две тысячи рублей. Обыкновенного священнослужителя – тысяча рублей. Но эта сумма, 41 тысяча, была взята именно с жителей села Зострове, потому что других-то прихожан там в этот период не было. А если мы поднимем документы, кто же был этими прихожанами, потому что список приходского совета пофамильно, поименно существует, то увидим, что их, во-первых, численный состав ограничен был. По документам мы знаем только 20 человек, которые в так называемую двадцатку входили. А если посмотрим их возрастное положение, то увидим, что все они родились где-то еще в последние трети XIX века. То есть на период войны им было уже за 60 далеко, а многим и за 70. И вот эти, можно сказать, люди, которые уже нигде не работали, потому что человек 70 лет, ему сложно вести активную хозяйственную деятельность, хотя тем не менее так тоже зачастую бывает. Но вот они и вкладывали, не только, еще раз повторюсь, духовную какую-то, да, молитву о том, чтобы воины не погибали и чтобы война вообще закончилась. Это было, конечно, постоянно, все молебны, каждый день служились во всех действующих храмах. Но очень важен вот этот материальный вклад. Ну и вот то, что вообще храм не был закрыт, это же благодаря, опять-таки, прихожанам, их активности и тому, что они материально содержали храм. То есть на них это же была возложена обязанность, да? В соответствии с советским законодательством того периода, если 20-ка бралась за содержание, в том числе и материальное содержание храма, то этот храм по закону мог быть действующим. И вот нашлись эти люди, мы знаем несколько людей тоже по именам, допустим, Мария Маскалева, да и вот отец нашего нынешнего главы Петр Гордеев, он был казначеем храма. То есть мы знаем этих людей, и они взяли на себя большую ответственность. Даже в 60-е годы, так называемые оттепели, мы знаем, что оттепели было много для кого, но только не для христианской церкви, потому что в 60-е годы и в конце 50-х Хрущев, мы сами знаем, да, обещал показать по телевизору последнего папа. Поэтому в этот сложный период также находились крестьяне, жители местного поселения, которые брали на себя эту ответственность. — Если говорить вообще о христианском укладе жизни в Заостровье, то это была некая традиция, которая не пресекалась многие столетия, я бы сказала. Вот Михаил Петрович, Вы даже помните, Вы мне как-то рассказывали о традициях замечательных, которые в советское время бытовали и, в общем-то, никуда не исчезали. Вот если можно, расскажите, пожалуйста. — Традиции, ну традиции соблюдались, соблюдались традиции от рождественских праздников, рождественских святок, потому что ходили друг к другу в гости, ходили с маскарадом. — Это в советское время? Это я хорошо помню, и тоже сам принимал участие в этих обрядах. Были песнопения, или как тогда называли, славили около каждого дома, и хозяева выносили, соответственно, угощения, приглашали за столы, и это было такое вот народное общение между домами, между соседями, между знакомыми и дальними родственниками. — Можно еще добавить, Михаил Петрович, о том, что вот отражение христианской культуры и вообще отражение христианского миропонимания сохранилось в так называемых крестных ходах. Я вот не знаю, были ли эти крестные ходы в советское время, но то, что День деревни четко фиксировался в церковный праздник, это совершенно точный факт. Вот здесь интересно, как это отмечали в советское время, этот день, там, Петра и Павла, допустим, или Ануфрия Великого. — Вот, допустим, в нашей деревне, деревне Нижняя Ладина, народное гуляние было в Троицу, каждый год в Троицу, и все гости с Архангельска, с других населенных пунктов, они приезжали в нашу деревню, шли в гости к своим родным, знакомым. В каждом доме был широко накрыт стол, полный угощений, вот, и звучали песни застольные, было полностью шло гуление, праздновали именно гуление той деревни. А потом, допустим, на Верхнем Ладина, это было первое воскресенье после Петрова дня, то же самое. И когда, допустим, кто родственники или знакомые с Нижнего Ладина, шли гулять на Верхнем Ладине, в Рикосово, в Лянецкое, вот, и наоборот, когда была Троица, когда все собирались в нашей деревне, это был настоящий народный праздник. Это у меня хорошо осталось в памяти. На Пасху Вы тоже вот рассказывали, что были, да, такие особые празднования в деревнях. Да, Пасха, ну, Пасха — это вообще особенный, самый главный православный праздник, поэтому его практически отмечали в каждом доме, в каждом доме накрывались столы, в каждом доме готовилось угощение, ну, а мы тогда ещё в раннем детстве бегали и соревновались, у кого сыр вкуснее, у кого куличи пышнее. Да, замечательно. Интересно тоже отметить, вот, возвращаясь немножечко к тем данным, которые я увидел за 40-е годы, в 44-м и 5-м годах есть статистические данные о посещении пасхальной службы, в ночью именно, да, в 44-м году. И в 45-м году. Так вот, в 44-м году, значит, на богослужении присутствовало, я сейчас боюсь ошибиться точно, но вот соотношение совершенно, скажу, как в документах. Если вот возьмем 600 человек, то из этих 600 людей 100 — это, значит, мужчины, это достаточно много для 44-го года, учитывая, что много мужчин было на фронтах, 150 молодежь, представьте себе, 150 человек в 44-м году, молодых человек, да, юноши и девушек посещают ночное богослужение. Мы даже сейчас этого не видим. Вот по опыту 2015-го и 2014-го годов я не видел столько молодежи на Пасхе в нашем храме. И все остальное — женщины. Вот это соотношение сохраняется и в 45-м году, только добавляется 200 человек военных. Я не знаю, откуда они там взялись. Может быть, в 45-м году уже близился конец войны, и может быть, они получили какую-то командировку. Тут мне неизвестен факт, но то, что вот зафиксирована такая большая группа военных в храме на Пасху, это удивительно. Поэтому действительно, Михаил Петрович, посещали не только друг друга, но и даже храм могли посетить в эту святую ночь. Знаете, я тоже, когда готовилась к передаче, нашла такой интересный факт, ну вот об укладности, о прежней укладности жизни в Зоостровском приходе. Ну вот тоже озвучиваю, до революции 1917-го года вопросами строительства, ремонта, приобретением церковной утвари, заботой о бедных занимался церковно-попечительский совет, выбиравшийся из числа прихожан. Раньше приход был довольно богатым. Доход приносили земля, находившаяся во владении церкви, а также капитал в процентных бумагах, кружечный кошельковый сбор, прибыль от продажи свечей. Сверх того, в церковную казну поступали средства и за счет сбора с владельцев судов, проплывавших по Заостровке. При храме были открыты Рикосовское сельское училище и две церковно-приходские школы в деревнях Лянинска и Перхачева. Среди членов попечительского совета был житель деревни Верхняя Ладина Андрей Алексеевич Чистиков, оставшийся в памяти заостровцев как благотворитель, отчислявший многочисленные пожертвования на просвещение и нужды храма. За меценатскую деятельность он был награжден медалями. Кстати, вот сейчас фото дома Чистикова Андрея Алексеевича мы видим на экране. Ну, словом, жизнь прихода была очень хорошо организована, и приход мог себе позволить даже заботиться об окружающих, да, то есть, скажем, расширять свою деятельность вплоть до того, что открывались образовательные учреждения. Ну, не надо забывать, что до 1917 года церковь была наделена полномочиями в том числе и государственных определенных функций. Это, в первую очередь, вопрос метрики, запись крестившихся, а значит, и родившихся, запись отпетых, а значит, ушедших в иной мир. Это, значит, свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Это первый момент. Второй момент. Начальное образование зачастую, особенно в глубинках, ну, заостровение не является глубинкой, но, тем не менее, в России много таких мест, тоже лежало на приходах. Ну, и вклад в просвещение монастырей, я думаю, известен многим. Поэтому, действительно, церковь к 1917 году была настолько вплотную соединена с общественностью не только в религиозной теме, но и в теме просвещения, образования и, значит, определенных функций бракосочетания, допустим, да, или вот фиксации смерти или рождения человека. – Отец Дмитрий, а вот если говорить о тех традициях, которые вот сейчас уже удалось вернуть, прежние традиции, прежние какие-то вот принципы жизни приходские, да, вот что у вас возвращается, что у вас уже… – Ну, во-первых, надо отметить, что по последнему постановлению Синода в 2010 году оно вышло, скорректировался устав прихода, ну, он ранее существовал, но были внесены определенные изменения. Эти изменения в следующем. Есть настоятель, есть председатель приходского совета, ну, в общем-то, как вот глава Моуза Островская, также у нас, у нашего, так скажем, церковно-юридического лица есть свой руководитель. Если он председатель приходского совета, то, естественно, есть какой-то совет, есть приходское собрание. То есть вот к этому мы уже вернулись, то, что было невозможно в советское время, потому что церковь была лишена всяческих юридических прав. Вот это у нас сейчас восстановлено. А это означает, что люди, входящие в этот совет, в это собрание, они соучастники всей духовной жизни прихода. Надо что-то восстановить. Кого в первую очередь мы будем просить? Конечно же, этих членов этого совета. Вот это восстановлено. Во-вторых, мы восстанавливаем, и уже действует несколько лет, воскресная приходская школа в том самом здании, представьте себе, которое принадлежало нам и ранее, Рикосовское духовное училище, где было. Вот ранее даже Михаил Петрович мне рассказывал, что несколько лет пришлось даже учиться в этом здании. Вот эта традиция у нас восстановлена. Ну и еще очень важная традиция, которая сейчас также восстановлена, это объединение вот всех этих 25 деревень в единый приход. Ну, о чем я говорю? О том, что, допустим, деревня Большой Тайнакурии относится по муниципальным властям к администрации Заостровская, а по церковным, значит, территориям оно относится к благочению города Северодвинска. Совсем нелогично. Так близко к Заостровью, но руководство и священник должен приезжать из Северодвинска. Так вот, перед тем, как назначить меня на Заостровскую землю, Владыка Данил за год до этого назначает меня настоятелем Тайнакурского храма Георгия Победоносца, а через год и клериком Свято-Сретенского. И вот теперь получается восстановлена еще одна древняя, столетняя, уже даже трехсотлетняя традиция о том, что Тайнакурия исторически находилась в лоне прихода храма Сретения Господня. Ну и, конечно, многие другие традиции, все, наверное, не рассказать. То, что у вас крестные ходы стали, да, совершаться? Да, действительно, эта традиция восстановлена в 90-е годы, если я не ошибаюсь, еще и при прежнем настоятеле Циоанне, но я не знаю, до него были они или нет, но вот с 93-го, 94-го года постепенно эта традиция восстанавливается, мы продолжаем ее. Ходим в крестные ходы в деревню Большой Анисимово на Троицу, вот сейчас в этом году восстановили крест в деревне Нижняя Ладина, где, собственно, раньше, как уже Михаил Петрович сказал, и проходили Троицыны гуляния. И вот в этом году, может быть, если сможем согласовать с ГИБДД и со всеми, там надо дорогу переходить, мост, ну, в общем, сложности определенного плана есть, будем восстанавливать, если Бог даст, Троицын день в историческом месте, то есть крестные ходы мы восстановили уже, получается, в двух точках. Еще у нас пять деревень, где стоят кресты, но вот туда очень сложно добраться, далеко расстояние, людям просто сложно будет дойти, но думаем над этим вопросом. Но сама по себе традиция, она восстановлена. Люди откликаются, да? Да, приезжают из Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, то есть не только местные жители, но и вот как раз-таки, как Михаил Петрович сказал, люди приезжали на эти гуляния даже из города. Причем, если раньше, сейчас, точнее, они приезжают на автомобилях, то раньше они приплывали на судах, на пароходах, это очень такой важный факт. Пароходы ходили. Да, а сейчас уже этих речек-то фактически, ну, только за островкой и осталось. Ну, и самый главный, наверное, такой вопрос, поскольку второй год ведется реставрация долгожданных храмов ваших отец Дмитрия, расскажите, пожалуйста, об этом. В рамках большой государственной федеральной программы, которая финансируется из федерального бюджета, называется она «Культура России», происходит реставрация двух объектов деревянного зодчества и каменного зодчества. В общем, двух объектов церковного памятника, это храм «Сретение Господне», деревянная церковь, так она официально по документам приходит, и храм Михаила Архангела. Не знаю, почему он так назван, но это наш Сретенский каменный храм. Какая-то загадка есть. Вот здесь вот я не могу сказать, к сожалению. Но мысль в том, что вот на эти два памятника выделяются определенные финансирования по этой программе. Каменная церковь уже, в общем-то, практически большая часть работы завершена. Это внутреннее убранство, это один из пяти куполов, это пролеты, стены, восстановлена живопись. Ну, в общем, такое внутреннее убранство восстановлено. Хотя еще, говорю, не до конца. А в этом году, в 15-м, продолжается, уже второй год, как вы отметили, реставрация деревянной церкви. Значит, она полностью разобрана. Сейчас заготавливается лес, и ведутся второстепенные работы для того, чтобы уже к октябрю 16-го года, так по документам официально, восстановить этот памятник в былой красоте. Причем, вот сейчас комиссия архитектурная решает, очень важный вопрос, восстанавливать ли в первозданном виде, как он был в 17-м веке, или все-таки, добавить, знаете, так, немножко эклектики. То есть добавить от каждого периода, вот от 17-го века вот это оставим, от 19-го вот это. А в 20-м была МТС, машина-тракторная станция. И появились окна, чтобы людям там работать. И вот эти окна, их раньше не было, а сейчас они есть, и вот их еще оставить. То есть, вот какой победит вариант, это уже в Москве будут решать. Мы ждем с нетерпением в любом случае восстановления нашего замечательного памятника церковного зодчества 17-го века. Уникального, потому что такого другого в России, а значит и в мире, уже нет. Уважаемые телезрители, мы сейчас посмотрим фрагменты выступления митрополита Даниила на освящение венца Покровского храма. Этот храм является жемчужиной в паре вот с каменным. Он настолько красиво смотрится. И еще ведь функция храма – это не просто внешняя красота, а прежде всего это молитва, которая будет возноситься в храме. Бывает, реставрируем храмы, а, к сожалению, народ утерял традицию молитвы. Он не может уже помочь ни себе, ни своим близким, ни своим усопшим. Здесь живое село. Отец Дмитрий, ну вот еще такая находка была удивительная совершенно сделана уже после освящения, после того, как Владыка там побывал. Вот расскажите, пожалуйста, мы все, конечно, были поражены, просто узнав о том, что такие вещи могут происходить. Знаете, произошло все буднично. Очень часто, кстати, такие события небудничного плана происходят очень так банально просто. Пришел рабочий и сказал, мы нашли гранату. Мы даже не поняли его находку, как это граната, что за граната, откуда взялась. Приехал МЧС, опознали объекта, как действительно гранату система МИЛСа английскую, 1916 года. Как она туда появилась, естественно, никто не знает. Она не была закопанная в земле. Она лежала фактически на поверхности, на земле, на грунте. Но такого серого цвета уже в грязи, и, конечно, ее никто не замечал. Ну и там столько техники, уже леса и деревья. Стали думать, почему же такое вообще могло появиться. Я уточнил у специалистов, что вот бои в гражданскую войну, вот именно на территории Застровья, вот не зафиксированы. Вот именно боев, когда перестрелок, как вот фронт, чтобы линия фронта здесь прилегала. Но откуда же граната, причем, маленькая деталь, но очень важная. У гранаты снята очка, и детонатор, ну как бы, да, вот я так, может, не совсем правильно говорю, детонатор уже в действии. Она должна была взорваться в этом месте. Она уже была брошена туда. Значит, я предполагаю, человек, бросая гранату в сторону церкви, наверняка хочет ее уничтожения. А учитывая, что это 18-е, 20-е годы, естественно, понятно, кто мог ее кинуть. Это противники церкви, которые как раз-таки в 18-м году занимают город Архангельск, большевики. От них первый есть Кедров, руководитель вот этой всей экспедиции. Но в 18-м году, как я тоже отыскал в книге под редакцией Владислава Ивановича Голдина, нашего известного ученого, специалиста по гражданской войне, в том числе и на Севере, 30 крестьян из Заостровья были подготовлены местными эсерами для активизации борьбы против Кедрова и его вот этой экспедиции по установлению советской власти в Архангельске. Вот он еще только ее установил, а уже 30, в том числе, из Заостровья крестьян, во главе с Капустиным, Латышом, и Гордеем Масеевым, местным крестьянином. У нас, кстати, есть в Заостровье фамилия Масеевых. Может, это даже его потомки. Они участвуют и вполне успешно, ведь Кедров был выбит, в том числе и усилиями наших заостровских крестьян. И, естественно, рождается мое предположение. А не месть ли это за то, что вот этот поселок, село, точнее, да, выставило, может быть, такой мощный отряд? Одно из первых, сказано, выставили. Одни из первых. Потому что это простая такая вот, да, вместо, а что уничтожить гранатой? Каменный храм, все-таки гранатой не взорвешь. А вот деревянный более чем можно. Поэтому вот есть такое предположение, что возможно, но это, говорю, еще не точно. Ну, удивительный сам факт, что граната не взорвалась ни тогда, и не в наше время. Нет, к сожалению, она взорвалась. Но, к счастью, она взорвалась на полигоне. Да, да, да. А не у нас под ногами. Господь, видите ли, Господь являет многие чудеса в своей жизни. Я думаю, наши зрители, каждый за себя может сам сказать, какое чудо явил Господь в его жизни. Но мы знаем, что в нашем заострове уже чудом является то, что белокаменный, гигантский, на все просторы видимый храм был не уничтожен. Хотя были планы сделать электростанцию, и там что-то колхозное, какие-то предприятия разместить. Но Господь не допустил. Я думаю, что здесь это вот явление того же порядка. Чудо Божие о недопущении, разрушении вот этой святыни. Напоминаю, что это единственный памятник в России оставшийся, такого плана. Да. Ну, вы знаете, вот хочется вернуться еще немножко к вопросу, к теме гранаты и периода интервенции, да? И Михаил Петрович как-то поделился, что в его семье, в вашей семье, Михаил Петрович, сохранились воспоминания, да? Да. Мне рассказывала мама, что когда в 20-м году интервенты пришли сюда, то они приезжали в нашу деревню, в Нижнее Ладино. Причем приезжали довольно вооруженный отряд. На дом матери, вот где жил мой дед, Копытов Ефим Васильевич, даже была направлена пушка, как говорила мама. Деда забрали и увезли. И он был на Быку в Архангельске, была тюрьма или лагерь, и он был там до освобождения. К нему были претензии такие, что они раздали общественные земли женщинам, у которых мужья не вернулись с Первой мировой. Они собрали совет, сход заостровский. И на этом сходе постановили, что вот эти общественные земли раздать вдовам бойцов, не вернувшихся с Первой мировой войны. И вот за это действие он был арестован и был в лагере. Но никаких репрессивных действий не успели сделать. Потом лагерь освободили, и он вернулся обратно в заострой. Поэтому такой эпизод в истории нашей семьи имеется, что приезжали военные, и на дом наставлялась пушка. — Да. Ну, вернемся к разговору о наших современных событиях. И удивительно, как все-таки перекликается все в жизни. И если в приходе происходят такие долгожданные события, как реставрация храмов старинных, то и в жизни муниципального образования сейчас происходят очень значительные вещи. Вот, Михаил Петрович, Вы расскажете о них более подробно. — В данный момент у нас сейчас на территории муниципального образования рождается первый генеральный план муниципального образования. Разработан генеральный план истотом урбанистики Санкт-Петербург. И сейчас прошли уже общественные слушания по всем 25 населенным пунктам. И сейчас готовится последнее приготовление, чтобы его обсудить на заседании местного совета, где он должен быть принят. Поэтому это довольно такое историческое событие, потому что до этого у нас не было никогда генерального плана, и сейчас первый генеральный план рождается на территории нашего заостроя. — Если говорить касательно прихода и планов, генерального плана, скажем, направления генерального плана, он же ведь тоже изменит дальнейшее развитие, территориальное прихода. — То есть генеральным планом планируется развитие туристического кластера. То есть больше организовать туристических экскурсий, походов. А главная достопримечательность нашего муниципального образования — это каменная деревянная церковь, это музей нашего быта, который находится в сельском доме культуры. Это всё то, что мы можем преподнести приезжающим сюда туристам. А так как мы находимся от Архангельска недалеко, то мы планируем, что здесь будут и те, кто приезжает к нам на теплоходах, даже из-за границы. Поэтому планы очень большие на то, что мы именно используем то, что уже сделано, то, что ещё планируется сделать в деревянном зодчестве, с деревянной церковью. Всё это для того, чтобы как можно больше привлечь туристов на нашу заостровскую зиму. — Насколько я понимаю, в том числе речь идёт и о благоустройстве территории вокруг храма, да, Михаил Петрович? Вот этот генплан, он же ведь предполагает эти вещи. — Да, он предполагает и благоустройство всех территорий. — Там ещё такой момент тоже, Михаил Петрович. Дело в том, что согласно федеральной программе «Культура России», тот подрядчик, который выполняет все работы, он обязан в рамках реставрации уже её озеленить. То есть частично с вас уже эта забота вот этой программы «Культура России» снята. Но только частично. Я вот подумал, что плохо себе представляю, какие границы озеленения, но то, что вот сейчас это в документах совершенно чётко написано. — Вот, наверное, общий вопрос к вам обоим. Что удаётся вместе делать? Приходу и муниципальному образованию? Какие есть точки соприкосновения? — Мы всегда находим взаимопонимание. И очень часто я обращаюсь к концу, именно чтобы он осуществил показ и рассказал о истории храма тем гостям, которые приезжают к нам, и знаменитым людям, которые приехали на Заостровскую землю. И поэтому у нас взаимодействие... — Ну, дело в том, что ещё дополнительное взаимодействие, оно немножко шире, но тоже с муниципальными властями. Я являюсь членом Совета по межнациональным отношениям при главе нашего района, Приморского муниципального, Валентине Алексеевне Рудкиной. И вот буквально не так давно мы заседали, и было принято решение, что каждый член Совета даст свою повестку мероприятий и каких-то событий на предстоящий 2016 год. И вот там мы организуем совместные мероприятия, все члены Совета, все площадки, значит, и церковная, и клубная площадка, и административная, муниципальная и так далее. Вот в этом ключе, в ключе не только, опять же, религиозном, не только культурно-историческом, теорическом, но и в таком важном и сложном, особенно в сегодняшней эпоху миграции, в вопросе, мы также находим взаимопонимание, и у нас очень большие перспективы на этой почве. Вот сейчас, на мой взгляд, была затронута весьма важная тема. На примере Заостровья мы можем увидеть, как в современной России стремятся к симфонии церкви и государства обоюдно и приход, и муниципальное образование. История Заостровья в доролюционное время ее современная жизнь говорит о том, что такие взаимоотношения реальны, и приносят они добрые плоды. Отец Дмитрий Михаил Петрович, вот расскажите, пожалуйста, как вам видится в идеале взаимоотношения ваших двух субъектов? Вот вопрос, пожалуйста. Дело в том, что мы не можем выделять из муниципального образования отдельные субъекты, потому что муниципальное образование это и есть один субъект, а он как бы имеет, скажем так, две стороны, как и монета. Одна сторона с номиналом, с вопросами экономического, материального состояния населения. Без этого, конечно, никуда. И вот эту составляющую, самую, наверное, может быть, тоже нелегкую, а очень тяжелую в сегодняшних условиях и несет наша администрация. А другая сторона монеты, это титульная сторона, ее лицо, так скажем, да, это, ну, динамонета, это орел, герб России, символика. И символика с нашей стороны всем понятна. Мы несем ценности добра, мира, счастья, взаимопонимания и любви. Я думаю, что человечеству сегодняшнему и жителям поселения Заостровского, и жителям любого другого населенного пункта необходимы две эти стороны. Без них, без каждой из них невозможна полноценная жизнь. И даже на гербе, на гербе нашего Заострова расположен храм, наш храм, который сегодня есть на территории Заострова. Он как главная достопримечательность нашего муниципального образования. Завершая нашу программу, я хочу поблагодарить моих гостей за участие. Сегодня мы попытались представить картину того, как живет Заостровье. Это красивая территория с богатейшей историей, на которой из рода в род укоренялись многие поколения заостровцев. Из века в век они возделывали плодородную землю и сохраняли христианский уклад жизни. Формат нашей передачи, к сожалению, не позволяет рассказать подробно о талантливых людях, которые живут здесь и ныне, о северных сказительницах, звонких голосами певуньях, о старейших прихожанках, которые помнят еще начало века 20-го, о здравствующих ныне участниках Великой Отечественной войны. Жить на родной земле – большое счастье для заостровцев и, конечно, немалая ответственность, чтобы сохранить свою любимую родину. Я благодарю вас за участие в программе и прощаюсь с нашими телезрителями. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова